Привет, студент! С тобой Оскар Галимов и ты смотришь Универ Ньюз. Свежачок студенческих новостей ты увидишь прямо сейчас. Поехали! Как готовят учителей в России и Германии? КФУ обсуждают новые программы. Роскомнадзор посетил КФУ. В добрый путь! Состоялось торжественное отбытие делегатов Республики Татарстан в Сочи. 12 и 13 октября в Казанском федеральном университете пройдут необычные соревнования. В рамках Всероссийской конференции оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе, достижения и перспективы. Такое событие проходит впервые в Казани. Место проведения выбрано как нельзя лучше. Центр симуляционного и имитационного обучения КФУ. Завершив свою работу в Москве, вторая Всероссийская конференция Министерства образования и науки России продолжила свою деятельность в Казани. Площадкой для ее проведения стал Институт управления экономики и финансов КФУ. Чем запомнится открытие данного мероприятия, вам расскажет Аделя Шамилова. Повышение эффективности и результативности деятельности подведомственных Министерств образования и науки России организаций, в частности финансово-хозяйственной деятельности и контрактных служб в сфере закупок, было рассмотрено 12 октября в КФУ. Проведение конференции направлено на обмен опытом между представителями органов федеральной и исполнительной власти, экспертами профессионального сообщества и представителями организаций по вопросам использования имущественного комплекса, соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. Данное мероприятие привлекло к себе большое внимание сразу нескольких городов России. 14 и 15 сентября конференция стартовала в Санкт-Петербурге. Теперь она продолжила свою работу в Казани, на площадке одного из старейших вузов нашей страны. Хочу отметить, что Казанский университет был кузницей, как экономистов и финансистов, начиная с моделей создания 1844 года. В современных условиях решение задач финансово-источных вузов невозможно безкачественного менеджмента, оптимизация избыточных расходов, освобождение наращивания дополнительных ресурсов. Поэтому необходимо уделять особое внимание стратегическим вопросам продвижения финансовой деятельности. Проводимое мероприятие вызвало большой интерес благодаря уникальной возможности информационного отмена между представителями органов федеральной и исполнительной власти и профессионального сообщества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Отдельно участники конференции отметили открытую позицию Казанского федерального в вопросах контрольной деятельности и заданному вектору дальнейшего развития. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюс. О правовых и этических возможностях регулирования деятельности СМИ шла речь на лекции для журналистов, прошедшей 12 октября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. О том, как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. 12 октября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча молодых журналистов с начальником отдела контроля в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора по республике Татарстан. В последнее время в юридической практике возникает все больше прецедентов, когда на редакцию подают в суд. Причем очень частые нарушения происходят из-за банального незнания журналистами законов, регламентирующих работу редакции. Поэтому журналист должен четко видеть грань между дозволенным и запрещенным. В ходе встречи поднимался широкий спектр тем, связанных с деятельностью средств массовой информации. О том, как правильно писать статьи на сложные темы, связанные с происшествиями, экстремизмом и торговлей запрещенными веществами. Также были обсуждены особенности работы в социальных сетях. Диана Шилова, Леонард Волитьяров, Универньюз. Елабужский институт КФУ организовал обсуждение подготовки учительских кадров. Мероприятие посетил представитель технического университета Дрездена. Подробнее в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ прошел круглый стол новая модель подготовки учительских кадров. На мероприятии обсуждались методы подготовки учителей в Германии и России. ВУЗ посетил Тобиас Бауэр, представитель технического университета Дрездена. Он выступил с докладом профессиональной компетенции учителя в Германии. Лектор рассказал о планировании урока, а также особенностях подготовки студентов педагогического направления. В свою очередь преподаватели Елабужского института КФУ познакомили Тобиаса Бауэра со своими трудами и инновационными подходами в подготовке учителей. Ученые устроили дискуссию о сходствах и различиях системы образования двух стран. Лекция мне очень сильно понравилась, особенно сравнение методики в Германии и в России. И в целом мне был сам факт интересен, что профессор был из Германии, но при этом он хорошо обладел английским языком. Было интересно его слушать, исходя из того, что он обладел двумя языками и исходя из того, что он хорошо знал предмет, о котором он вел лекцию. Заключительным этапом в визите иностранного гостя стало обсуждение технологических карт урока. Участники делились предложениями по разработке конспектов и обсуждали вопросы сотрудничества. Стороны заинтересованы в создании рабочих групп для проведения исследований в области образования. Это поможет России и Германии повысить качество подготовки новых кадров. Проводить на поезд участников 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов пришли все желающие. Грандиозное событие начнется в Сочи совсем скоро. Представлять Республику Татарстан будут 200 самых талантливых ребят и девушек. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с участниками. Подробности смотри в сюжете. На календаре 12 октября за окном прекрасный солнечный день. В это время на железнодорожном вокзале прошло торжественное отбытие делегатов Республики Татарстан в город Сочи. Именно там пройдет 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017. Участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Всего из Республики Татарстан на участие было подано 2674 заявки, но отбор прошли только 200 человек. Это самое большое количество заявок на участие. А из 200 делегатов от Татарстана 66 участников будут представлять Казанский федеральный университет. Помимо делегатов мероприятий примут участие волонтеры из Татарстана их 180 человек. Участница 19-го фестиваля молодежи и студентов рассказала, что необходимо сделать, чтобы стать частью такого грандиозного события. Нужно иметь хорошую папку, хорошее портфолио для того, чтобы попасть, пройти отбор. Для меня очень важно, во-первых, получить хорошее образование, но также, помимо качественного учеба, успевать делать другие вещи. Например, состоять в разных общественных организациях, выполнять другие проекты общественные, благотворительные, социальные. И это очень важно, это очень хороший бэкграунд, который тебе поможет оказаться, например, в будущем на месте участника будущего фестиваля. Проводить участников фестиваля пришли не только родственники, друзья, но и активисты молодежных общественных организаций. Было сказано много добрых напутственных слов. Чтобы вы, на самом деле, вернулись оттуда яркой, прекрасной, дружной командой, которая будет и дальше работать на благо нашей прекрасной республики. Участники поделились своими эмоциями и рассказали, чего ждут от 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На самом деле для меня фестиваль – это такое событие, которое обладает невероятно большой историей. И быть частью события, которое началось задолго не только твоего рождения, но и рождение твоих родителей – это просто невероятное ощущение. Фестиваль – это невероятная площадка для обмен опытом студентами. Я биолог, и для меня очень важно получить какой-то фидбэк, информацию от других студентов, тоже ученых, молодых ученых, как они планируют переживаться в нашем современном мире. Жду прежде всего хороших эмоций, новых знакомств. Мне показалось это событие очень интересным. Есть возможность познакомиться с огромным количеством людей, завести новых друзей, отлично время провести, Сочи посмотреть, словом, одни отличные возможности, почему их упускать. Эмоции уже переполняют, хотя мы вроде еще пока только на ЖД вокзале. Действительно, к этому событию готовились очень-очень долго, и для нас это действительно важно – представить нашу республику во всей красе. Я представляю площадку культуры и творчества. Между прочим, именно на эту площадку был самый большой набор и самый большой конкурс. 14 человек на место. В Сочи соберутся молодые лидеры из различных сфер – творческая, спортивная молодежь, молодые журналисты и ученые, преподаватели вузов и многие другие. На фестивале участников ждет насыщенная дискуссионная и культурная программа, а также спортивные и научно-образовательные мероприятия. В заключении все участники сделали памятную фотографию с флагами Республики Татарстан. А представители площадки творчества исполнили для них песню «Молодежь Татарстана». А на этом все. Радуйтесь погожей осенней погоде и будьте здоровы. С вами был Оскар Галимов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok